Друзья, всем привет! Очень часто мне задают вопрос, можно ли приобрести аппарат для маникюра, как у меня Strong 210-105L, но более дешевый вариант, аналог, будет ли он настолько же эффективен в работе? И я решила сделать эксперимент и заказать аппарат с сайта Алиэкспресс. Ура, ура, друзья! Посмотрите, что у меня ко мне наконец-то к ней пришла посылка со Strong с Алиэкспресс. Я сегодня бежала на почту, торопилась, уже прям жаждела скорее забрать эту посылку, распаковать и показать вам. Это мой оригинальный Strong, которым я уже пользуюсь не один год. Давайте сравним наконец-таки, как себя покажет его китайский аналог. Ну, в принципе, в целом коробка в неплохом состоянии, она не сильно погнулась, где-то буквально чуть-чуть уголочки. Идет в комплекте педалька. Вот, смотрите, вот такой стаканчик. И также есть вот такая вот подставочка. То есть, если вы не хотите пользоваться стаканчиком, можете положить, например, на подставку. Смотрим на ручку. Здесь на коробочке у нас даже указан серийный номер какой-то. Открываем. Помним, я говорила о том, что для меня именно важен серый шнур, не черный. Ручка по ощущениям, мне кажется, немножко другая. Да, у меня, в принципе, по весу также очень похоже. Посмотрим на вид сбоку. Моя такая более синего, что ли, цвета. У меня более такие объемные буковки. Также написано стронг 105L, 35 тысяч оборотов и серийный номер. Серийный номер нужен для того, чтобы вам бесплатно сделали гарантию, если такая необходимость понадобилась. Такой более хлипкий вот этот переключатель для того, чтобы вытаскивать насадку. Здесь в комплекте, как обычно, ключик. По внешнему виду кардинальных отличий я не вижу. Я сразу обратила внимание на то, что вот эти дырочки, они более широкие для фрез, нежели чем у меня. Переключатель. Направление вращения фрезы. В принципе, все так же. На моем, на оригинальном проводе, здесь есть надписи. Написано «Корея». На китайском аппарате здесь надписи просто выбитые, без какого-либо цвета. Посмотрим вид спереди. Все то же самое. Смотрите, на китайском аналоге зеленая лампочка ушла вовнутрь аппарата. То есть это говорит о том, что сборка была не очень качественная. Бывает такое и на «Стронгах», когда мастера сильно могут нажать, например, эта лампочка тоже туда уйдет вовнутрь. То есть это не критично, это на работу не должно влиять. По моим ощущениям колесико чуть-чуть труднее. Переключается, ходит мотор. Давайте вставим. Подключим аппарат к сети и послушаем на мощность, на издаваемый звук. И послушаем звук сначала оригинального. Теперь аналог. Звук, конечно, да, слабее, ненамного. Есть такой немного специфический пластиковый запах. Ну, конечно, самое интересное, как аппарат себя будет вести на практике. Сейчас я хочу продемонстрировать на модели снятие гейлака твердосплавной фрезой. Вот моя модель. Сначала мы снимем один ноготочек оригинальным аппаратом. Я думаю, что этот средний, он и побольше, и здесь побольше слоев нанесено. И давайте потом указательный снимем китайским аналогом с Алиэкспресс. И засечем время, сколько нам понадобится на каждый ноготь. Первый тест на оригинальном аппарате Strong Korea. Итак, я сняла покрытие, убрала повившуюся отслойку. И на это у меня ушло 50 секунд. Беру китайский аналог. Работаю всегда на максимальных оборотах. Какое мое удивление! Здесь перепутано направление вращения, то есть указано форвард, но на самом деле это не движение по часовой стрелке. Так, уже, да, снять меня чуть-чуть потруднее идет. Чувствую вибрацию в ручке. Сняла ноготочек, также убрала отслойки. На это у меня ушла 51 секунда, при условии, что я еще переключила направление вращения. В принципе, время вышло тоже. Но по ощущениям, немного разное, так сказать. На моем аппарате снятие происходило более так гладко, что ли. На китайском аналоге все-таки чувствовалась какая-то вибрация в ручке. Дребезжание ее. Давайте еще попробуем оставшиеся ноготочки снять этим аппаратом. Посмотрим на результат. В общем, в чем я именно хотела убедиться и убедилась сейчас, после остановки аппарата, я чувствую, как уже нагрелась сама рукоятка. То есть, это при условии, что я сняла несколько ногтей. А если мы будем говорить о второй руке, о маникюре, то, конечно, ручка будет очень сильно нагреваться. Сейчас она достаточно сильно нагрелась. Ну что ж, друзья, вот и провели, мне кажется, этот очень интересный эксперимент над оригинальным стронгом корейским и китайским стронгом с Алиэкспресс. И, по-моему, результат был просто очевиден. Конечно, у них есть небольшая разница во внешнем виде. То есть, чуть-чуть отличается цвет корпуса, цвет шнура. Небольшая разница в высоте, в отверстиях, в надписях. На самом деле, это то, что обычный человек, так сказать, мастер, новичок, возможно, не заметит, не сравнив с оригиналом. Поэтому легко может попасть на подделку, при этом заплатив за нее более высокую стоимость. Данный аппарат обошелся мне в 4700 с лишним рублей. По-моему, это достаточно выгодная покупка. Получается, в 2-2,5 раза дешевле, чем оригинальный стронг. Но вы видели все недостатки. Самое главное, что просто меня удивило, что здесь именно перепутано направление вращения фрезы. А также, самый неприятный минус, что рукоятка аппарата нагревается очень быстро при работе. Если вы только учитесь, возможно, покупка такого аппарата вас порадует, не оригинального. Так как он все равно будет мощнее, чем какие-либо другие китайские аппараты. Там за 2000 рублей, 3000 рублей и так далее. То есть, он достаточно мощный, но со своими недостатками. Но, конечно, свой любименький стронг я ни за что, ни на что не променяю. Буду отдавать предпочтение ему, ведь он, говорю, уже служит верой и правдой несколько лет. Данный аппарат пока что мой самый любимый. То есть, другие аппараты, которые я пробовала, устраивали меня не настолько, как этот. Поэтому свой выбор оставляю за ним, конечно. Если вам понравился мой обзор, обязательно поставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях еще, какие обзоры вы хотели бы увидеть. Всем счастливо! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok